Здравствуйте, дорогие друзья! 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения величайшего русского писателя, философа, мыслителя, основателя и редактора многих литературных журналов, человека истинно верующего Фёдора Михайловича Достоевского. Указан президента страны, 21-й год проходит под эгидой празднования этого знакового юбилея. Даже спустя 140 лет после своей смерти Достоевский продолжает оставаться источником величайшей гордости России и магнитом для библиофилов всего мира. Откуда черпал вдохновение Достоевский, книги которого до сих пор потрясают сознание читателей, мы узнаем из его биографии. Известно, что великие писатели по своей природе любопытны и испытывают интерес к внутреннему миру человека. И у Фёдора Достоевского это проявилось уже в раннем возрасте. Его отец, человек строгий, даже суровый, работал врачом и жил с женой на территории Мариинской больницы, которая была больницей для самых бедных и низших слоёв населения Москвы. Поэтому с раннего детства он, часто гуляя в садах больницы, общался с людьми обездоленными, страдающими, знал их жизнь и которые впоследствии населили его роман. Некоторое время он провёл в школе-интернате, а в 15 лет отец отправил его учиться в Санкт-Петербург в инженерное военное училище. Мечтательный и наделённый воображением мальчик ненавидел этот предмет, и жизнь его стала ещё более невыносимой после смерти матери, которая скончалась от чахотки. А через два года умирает отец. Его смерть оказала очень сильное влияние на Фёдора Достоевского. Он стал страдать эпилептическими припадками, сопровождавшими его потом всю жизнь. Достоевский окончил военное училище в 1843 году. И хотя ему была предоставлена инженерная должность и даже звание младшего лейтенанта, но, как сейчас бы сказали, работать по специальности он не стал. Он вышел в отставку, чтобы вплотную заняться любимой литературной деятельностью. Роман «Бедные люди», опубликованный в 1846 году, сделал Фёдора Михайловича Достоевского в одночасье известным всей России, когда он попал в руки Белинского, который воскликнул, что пришёл второй коголь. Знакомство с социалистом Петрушевским кардинально изменило жизнь Достоевского. Он участвовал в пятничных собраниях, потом вступил в тайное общество. За публичное чтение письма Белинского к Богу он был арестован. И 8 месяцев провёл в Петропавловской крепости. Велось следствие. И приговор смертной казни. О том, что испытал, Достоевский написал в романе «Идиот». Он запомнил всё до мельчайших подробностей. Все свои впечатления от ожидания этой казни, от самого процесса. Пленников возвели на эшафон. Поставили на колени. Священник прочёл последнюю проповедь. Потом мы ходили в предсмертные одежды с капюшонами, с длинными рукавами. Разделили на тройки. Именно столько человек казнили за раз. Фёдор Михайлович оказался во второй тройке. Уже подняли ружья. Уже прозвучала команда «Пли». Но выстрелов не последовало. Раздался цок от копыт. Это привезли приказ об отмене приговора. Смертная казнь была заменена на 8 лет каторги. А впоследствии до 4 лет её сократили. Ну, в сущности, это была им сценировка, но которая оказала огромное влияние на дальнейшую жизнь Достоевского. Наверное, на его характер. Его воспоминания о каторге были им записаны как о самых тяжёлых годах своей жизни. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Нас, как сельди в бочонке. Спали мы на голых нарах. Позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками. Всю ночь дропнешь. Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случалось подучье. Но Достоевский на каторге не сломался. Именно на каторге к нему пришло знание жизни, людских характеров, понимание того, что в человеке может сочетаться добро и зло, правда и ложь. И самое главное, пришла глубокая вера в Бога. И уверенность в том, что за преступлением обязательно, всегда последуют Божьи наказания. Сколько я вынес из каторги народных типов и характеров. Сколько историй о бродях и разбойниках и вообще всего черного, горемычного быта на целые томы достанет, писал им брату сразу после освобождения. Писатель вышел из этого испытания другим человеком. Молодой Достоевский, написавший «Бедные люди», «Двойник», был во многом тщеславным, избалованным представителем русской литературы. Тюрьма преподала ему уроки человеческой злобы, человеческих страданий. И именно об этом он написал потом в записках из мертвого дома, рассказе о сибирском трудовом лагере, который показывает его собственное духовное пробуждение. Но на этом испытания Достоевского не закончились. И дальнейшая его жизнь была нелегкой. С первой женой Марии Дмитриевны Исаевой Фёдор Михайлович прожил 7 лет. Она умерла, заболев чахоткой. Пусть Достоевский писал, «Она любила меня безгранично. Я тоже любила её безмерно, но не жили мы с ней долго и счастливо». Сценографистка Анна Григорьевна Смиткина, помогавшая ему в создании романа «Игрок», стала его второй женой и осталась рядом до самой смерти. Именно она помогла Достоевскому вести упорядоченную, стабильную жизнь, в течение которой он и писал свой великий роман. Однако этот брак был намрачен трагедией. Их первый ребёнок умер от пневмонии в возрасте трёх месяцев. Печально известна страсть Достоевского к азартным играм. Он увлёкся рулеткой. Может быть, в связи с тем, что его преследовали жизненные несчастья. Смерть жены, смерть ребёнка, смерть любимого старшего брата Михаила. И Достоевский почему-то решил, что он изобрёл систему, которая обыграет его любимую рулетку. Вновь и вновь он проигрывал свои деньги, деньги своей семьи. И часто был вынужден спасаться от кредиторов за границей. В 1869 году, когда его жена Анна вновь родила ребёнка, он поклялся, что в азартные игры он больше никогда играть не будет. Всего у них было четверо детей, двое только из которых дожили до зрелого возраста. В преклонном возрасте он был окружен поклонниками, которые его любили, которые его хотели хвалить, которые хотели у него учиться. Но он так и не обрёл уверенности в себе. Даже когда он писал величайший роман, известный во всём мире, он всё равно считал, что ещё не заработал себе репутацию, как он высказывался. Скончался Фёдор Михайлович в грусть семьи в возрасте 59 лет от лёгочного кровотечения. В строки великих романов его братья Карамазовы, игрок, подросток, идиот, преступления и наказания, бесы, вплелись в его жизненные впечатления, его мысли, судьбы встреченных людей, его боль в жёстке сердца читателя. Великие романы Достоевского родились из его израненного сердца. И ещё. Достоевского невозможно понять, не понимая судьи христианской философии, потому что все его произведения буквально наполнены ею. И ещё. До Достоевского надо дорасти. Приглашаю познакомиться с книжной выставкой, организованной к юбилею писателя. На ней представлены произведения Достоевского и литература о нём.